Нашумевшее расследование Алексея Навального о строительстве в Уссурийском районе эксклюзивного жилого комплекса всерьез заинтересовало сотрудников правоохранительных органов. В опубликованном документальном фильме звучат обвинения в адрес председателя исполнительного комитета Виталия Налипкина в том, что якобы именно он является владельцем данного объекта недвижимости, который он построил для собственных нужд на деньги уссурийских налогоплательщиков. Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения, единственный настоящий хозяин этого знаменитого места. Это глава исполнительного комитета Уссурийского района по имени Виталий Налипкин. Изучив содержание опубликованного расследования, председатель поставил задачу незамедлительно провести проверку по факту размещения в сети данного видеоматериала. Откуда это тело узнало про этот дом? Вы куда смотрели? Вообще наглая рожа. Все говорили, что снять это невозможно. Ну мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Представляем вам самый секретный дворец в России. По-настоящему царское место. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент. Окна законопачены. Бассейн закрыт. Стройматериалы лежат на земле. Снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Нам объяснили строители. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. Перейдем к интерьерам. Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. Или туалетный столик. Тоже за 2 миллиона. В коридорах стоят диваны подешевле. Видимо, для гостей. Вот, например, за полтора миллиона рублей. Или есть еще классный стол со встроенным баром. За 4 миллиона коррупционных рублей. А вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца. Беззаботный рабочий прилег на диванчик, на котором позже будет возлежать августейшее тело. Ему стоит быть поосторожнее. Диванчик этот стоит дороже, чем его квартира. Ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том, что это дворец криминального Виталия Наливкина. Сам Виталий Наливкин после изучения данных обвинений внес ясность и сделал публичное заявление, в котором опроверг все сплетни и домыслы, высказанные в его адрес. Да я знаю точно. Этого никогда мне не принадлежало и не принадлежит. В этом я вас заверяю. Также Виталий Наливкин на проверке утверждение о том, что над данным жилым комплексом установлена бесполетная зона. По заверению председателя, совершить авиаперелёт над данным местом проще всего через авиасейлс – сервис по поиску дешёвых авиабилетов. Ответить на главный вопрос и пролить свет на строительство скандально известного объекта недвижимости помог подполковник полиции Алексей Андрейченко, который рассказал, что данный жилой комплекс является служебным апарт-отелем для высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. А сам Андрейченко является бенефициаром данного проекта. Прояснив ситуацию со строительством отеля и успокоив общественность, Виталий Наливкин предотвратил нарастание протестных настроений в Уссурийском районе. В настоящий момент Алексей Навальный помещен под стражу с последующим отбыванием наказания в колонии строгого режима. Виталий Наливкин также добавил, что подобное участь постигнет каждого, кто решит порочить его честное имя в попытке дестабилизировать политическую обстановку на территории Российской Федерации.